Для изучения этого трюка рекомендую взять ручку с резинкой. Это облегчит изучение данного трюка. Возьмите ручку за ее кончик между указательным и большим пальцем. Это и будет начальной позиции выполнения трюка. Первый этап. Поверните кисть влево, благодаря этому ручка наклонится в сторону. Второй этап. Сделайте взмах кистью вправо, благодаря этому ручка по инерции поменяет свое положение. Третий этап. Поверните кисть вправо, благодаря этому ручка поменяет свое положение. Четвертый этап. Сделайте взмах кистью вверх. Это нужно для того, чтобы ручка поднялась из нижнего положения в верхнее и тем самым вернулась в стартовую позицию. Последний этап. Делаем все этапы один за другим, сначала будет получаться неплавно, но со временем вы научитесь идеально выполнять этот трюк. Удачи в изучении!